Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс Гешер, МОСТ. Хочу сказать, что мы прошли уже несколько лекций. Прошли лекцию про тишину, про какие-то ментальные процессы, про ощущения, потом больше про веру. Сейчас мы попробуем соединить, продолжать соединять эти части. Проговорим про сердце, чуть-чуть про тело, как связано, и про наши решения. Хочу вам еще сказать то, что, как мы слышали, есть много вопросов. Из-за этого мы открыли канал Телеграм, который будет где-то внизу в ссылках. Вы можете писать вопросы, мы постараемся ответить, насколько мы можем, конечно. Начнем с того, что мы говорили про разные силы. И, как видно, в этих силах они вырабатывают какую-то энергию. То есть, сила веры, сила ментальная. И это все вырабатывает какую-то энергию. Где эта энергия находится? Эта энергия отчасти находится, конечно, в нашем, можно сказать, в сердце. Там, где находятся наши чувства. То есть, в том простом пространстве, которое отвечает нам, приятно или неприятно. В нем хорошо или плохо. То есть, самый базовый такой вопрос. И, как ни странно, люди в совершенно разных состояниях, то есть, люди даже в тяжелых состояниях, могут говорить мне вообще нехорошо. И, напротив, люди в каких-то самых приятных, может быть, в интересных местах, могут ощущать себя крайне плохо. И тогда тут, как бы, много вопросов. Я помню, я как-то путешествовал и был на одном острове в Карибском море. И я вот, у меня запомнилась такая ситуация, то, что я там был в ресторане, и какая-то, взошла какая-то семья, и, ну, там был какой-то скандал. Мне это было вообще очень странно, потому что, ну, я путешествовал, и, правда, остров был потрясающий, сказочный. Я думаю, вообще, вот, у меня тогда, я понял, что это вообще все в голове человека, а не в каких-то внешних, внешних каких-то обстоятельствах. То есть, может быть, вокруг рай, а внутри человека совершенно по-другому. И тогда вопрос, можем ли как-то мы на это воздействовать. И ответ – да. И тут я уже говорю про просто конвенциональную психологию. Мы научились, то есть, люди, мы знаем, как ставить себе цели и их достигать. Ну, можно бы сказать, это в спорте, или там в бизнесе, или в каких-то делах. И когда мы, конечно, достигаем цели, лучше сказать точнее, когда мы идем к цели, у нас за счет этого получаются позитивные эмоции какие-то и ощущения. И это факт. С другой стороны, эти же позитивные ощущения, они не связаны с достижением цели. А человек может решить, что он чувствует себя хорошо. То есть, есть один процесс. Это какие-то цели, достижения и то наслаждение, которое к нам приносят, и это все отлично. И с другой стороны, наша возможность контролировать свои эмоции и ощущать, и внутри себя ощущать себя, решить, что мы ощущаем себя хорошо. И этому тоже надо научиться, так же, как достигать целей разнообразных. Мы можем различные... Я думаю, одна из таких ярких, один из ярких примеров был Робин Уильямс. Это, если кто знает, такой американская звезда американских фильмов, он играл в разных фильмах, там, Миссис Дотфайр, Гуд Морнин Вьетнам. Очень веселый, смешной человек, который сто процентов научился достигать каких-то своих целей, и у него был, ну, как бы, фортуна повернулась к нему лицо, скажем так. Или, вот, но с другой стороны, какое-то время назад, может ли, ну, какое-то время назад, к сожалению, этот человек покончил себя, покончил, взял свою жизнь, покончил жизнь самоубийством, потому что и оказалось то, что он был очень долго плохо себя ощущал. То есть, это факт тоже, то, что достижение каких-то целей, и часто потрясающих целей, и пусть люди достигают своих целей, мы не говорим ничего против этого, но говорим то, что тот механизм внутренний, который отвечает за хорошо нам или плохо, он не всегда связан с этим делом. Вот, и это тоже какой-то скилл, какая-то возможность, которая нам научиться надо. И также Тора говорит то, что человек может решать, что находится как его сердце, как внутри, в его, ну, можно сказать, в его душе, какое состояние. И отчасти мы возвращаемся это к вере. То есть, чувствует себя он приятно внутри или нет. И это дело, конечно же, решение и дело навыка. За это отвечает несколько функций. Во-первых, функция мысли, потому что человек там, где он думает, там он и находится. И человек может решить, что он думает о более позитивных вещах. Конечно, мы не говорим о том, что не надо решать какие-то проблемы, но в принципе, или не думать о жизни, но в принципе человек может нацелиться на каких-то, смотреть на полную половину стакана. И кроме того, в мыслях мы имеем в виду и знания, конечно. Потому что знания, они дают нам больше уверенности. Знания мы имеем в виду, как и знания о мире, но и знания о Торе, о Митцвод, о хороших действиях делать. Все это наполняет человек. И мы можем только кратко сказать, что в принципе ситуация так же, как может поменяться в не очень хорошую сторону, она сразу же может поменяться в позитивную сторону и в самую лучшую сторону. И одна из наших заповедей, то, что мы должны постоянно помнить и предвкушать полное спасение. Не только себя, но и всего человечества. Еще мы одну маленькую вещь скажем насчет этого, то, что эта маленькая, но очень глубокая мысль, она связана с разницей между иудейской и еврейской психологией, философией, еврейским взглядом на жизнь и восточным взглядом на жизнь. То есть, Бог это не природа. Бог, он находится в природе, но он и выше природы. То есть, природа или вот весь мир, который мы видим, это не только Всевышний. Всевышний находится еще и выше всей природы. Те, кто думает, что Всевышний это только природа, как говорил Шпиноза, но мы не будем в это входить, потому что это отдельная тема. Но еще и Всевышний это тот, кто находится выше всех этих законов. И из-за этого с помощью веры и с помощью коннекта от сердца туда молитвой мы можем изменять обстоятельства, но также мы можем получить внутри себя такое очень пространство, которое будет наполнено светом, скажем так. И второе дело, это дело мысли. И второе дело, это дело сердца, вот чем мы закончили. То есть, с помощью молитвы, хороших поступков и не только знания, но и ощущения, мы, конечно же, у нас ощущения лучше становятся. Я чуть-чуть смешал эти два пункта. Один пункт, это мозг и знания, и мысль. Второе, это ощущения, молитва. Вот, это два пункта. И, конечно же, тогда эго, то есть вот это вот я, оно чуть-чуть смещается в «мне хорошо», скажем так. «Мне хорошо из-за того, что у меня есть коннект с чем-то, что выше всей этой природы, и это дело непридуманное, оно ощущается. Эмуна на иврите, слово на иврите, это такой же корень, как оманут, это искусство, и лейтамен, это тренироваться. То есть, такой процесс, который и включает в себя искусство какое-то, включает в себя тренировку, и чем больше мы это делаем, тем мы ощущаем, как это работает. Это не теоретическая история, а практическая история. Да, также, кроме этого, надо сказать то, что из-за того, что мы привели этот пример про Робина Уильямса, когда мысли становятся в порядок, когда ощущение мира, оно правильное, то вместе с этим, конечно же, уходят всякие психологические недуги, потому что отчасти большой они проявления нашей неправильной или искаженной картины мира, как мы смотрим на реальность. И, конечно же, это очень большое дело. Мы советуем всем постараться внутри своего сердца сделать такой space, сделать такое пространство, личное пространство, коннекта с чем-то духовным, со Всевышним, которое будет, с одной стороны, ваше пространство, и которое будет давать вам вот это вот чувство спокойствия, чувство уверенности, чувство обратное, чувство неодиночества, скажем так. Вместе с этим мы будем, чуть-чуть продолжим говорить про веру. И умнейший человек сказал Как-то на русском перевели это «суета-сует», но это не «суета», а «эвэль» — это то, что выходит из нашего рта, вот этот вот воздух. Но вопрос, там много вопросов, потому что их семь этих авалим, а что еще, есть еще три, которые выше этого. Но мы на этом не будем, то есть там есть интересное объяснение, где не происходят изменения, а где происходят изменения в этом мире. Но вообще это такой интересный вопрос. Если он сказал то, что все, вообще тут ничего не происходит, ничего нового нету, так вообще что происходит? Если тут, ну вот, хай-тек есть и какие-то разные новые телевизоры, я это говорю совершенно не скептически, а медицина. Люди как-то чего-то нового добиваются. Но я думаю, что ответ тут находится в чуть-чуть другой плоскости. И если мы посмотрим историю про первого человека, ему что-то сказали делать, он сделал что-то другое. Но это такое, вы можете взять это как такое учение. И он провалился, вот в наш мир громадное падение было. Это был человек, который был создан Всевышним, какое существо, которое мы не очень можем понять, что это такое. Оно соединяло все души, которые находятся сейчас, ну и так далее. И оно упало в физический мир. Вот он продолжил распадение. Из-за чего это произошло? Отчасти это произошло из-за того, что он не верил в то, что Всевышний сказал, ему то надо делать. И отчасти то, что все мы что-то делаем, это качаем эту мышцу веры. Потому что когда, ну скажем так, в светлом будущем, я не буду точно говорить, потому что есть разные интерпретения, но скажем так, после прихода Машеха тут уже мышцу веры не так потренируешь. Когда все будет явное, тогда ты не можешь тренировать эту мышцу веры. Она для чего-то нужна, скажем так. Она вот эта вот вера, это та сила, которую мы тут тренируем. И также я говорю то, что это вот и искусство, и тренировка, и вера на святом языке, это то же самое. И понимаете, в чем дело? Особенно люди, разговаривающие на русском языке, конечно, вопрос выключить мозг, ну как надо, если на все должно быть изменение, какие-то объяснения и так далее. Это так. Тора, она очень, очень мудрая. И вообще, если начинаешь идти по этому пути, открывается вообще громадный мир знаний. Не только вера, а просто знания. Которые знания, которые логически построены и так далее. Но вера, вот простая вера, она находится чуть-чуть в другой фазе, скажем так. И никто не просит нас быть глупыми и отключать мозг. Но можно это объяснить, во-первых, многими простыми объяснениями. Допустим, это понятно, то, что наш мозг, он, ну даже со стороны калькуляции, он очень, ну скажем так, компьютеры делают множество вещей лучше, чем люди. Обычные математические интеракции, там, интеракция двух чисел, допустим, чем больше кушаю, тем больше вешу, скажем так, это нам легко. Трех, то есть, если три каких-то параметра действуют на друг друга, мы тоже неплохо делаем. Но если пять параметров действуют друг на друга, практически никто это не может сосчитать в голове. А шесть вообще никто. Ну а в мире столько есть каких-то сил, которые на нас действуют. И из-за этого логическая история, то, что понятно, что, во-первых, у нас есть какая-то интуиция. Во-вторых, у нас есть какие-то механизмы, которые мы отработали, чтобы логически действовать и как-то так. Но в принципе, это очень логическое движение понять то, что в этом мире есть босс, который его менеджит. У нас есть какое-то действие, которое мы можем делать с помощью веры, молитвы, мы можем приближаться к нему и так далее. Ну, целый мир. Но в принципе, мы есть тот, кто управляет этим миром. Если мы можем понадеяться на летчика, который везет эту железную трубу в воздухе, и как-то мы верим, что все будет окей. Но это делает чуть-чуть решение верить, что есть Всевышний. Можно проверить до какого-то момента, но потом есть скачок. И предложение такое, что, ну, Рабин Ахман называет это вопросы Михаля-Аль-Пануй от пустого пространства, которые, в которых ты не можешь найти, есть множество вопросов, в которых ты не можешь найти Всевышнего. Но можно его найти с помощью веры, и тогда ты с помощью тренировки, ты начинаешь получать фидбэк и коннекцию Всевышнего. Но это отдельная тема. Мы говорим о том, что, ну, как бы, та сила, сила веры, она находится в любом человеке. Мы верим, когда мы, там, смотрим новости даже, или не верим. Это правильнее. Но эта сила у нас находится, хотим мы это или нет, мы ее используем. И люди даже, которые, типа, говорят то, что они не верят во Всевышнего, они в любом случае верят в какие-то другие вещи. Очень многие люди, которые твердят то, что они люди науки, это глубоко верующие люди, которые верят в науку. Они не, даже не проверяют, потому что, ну, научный метод, он очень хороший, очень интересный, который отвечает на, то есть это инструмент, который, с помощью которого мы можем проверить какую-то часть реальности. Ну, какую-то часть реальности мы просто не можем с ним проверить. И то, что это не научно доказано, это говорит, не говорит, что это не существует. И что мы говорим, это такую простую вещь, что вера, она находится в людях. И они ее иногда правильно применяют, иногда ее неправильно применяют. Ну, вот мы предлагаем, что правильное применение этого, это поверить, что есть Всевышний. Потом, можно это, как бы, идти вглубь и смотреть, как он, как он с нами общается, какое знание он. Но да или нет, как видно на дна, можно поверить, что он хороший, он хочет только добра. Только добра спускается сверху, и вот это вот правильное применение этой силы, которая после этого находит, конечно, громадные подтверждения в реальности. Большое спасибо. Мы говорили чуть-чуть сегодня о внутреннем пространстве, о том пространстве, где человек просто ощущает себя хорошо. И вот это вот хорошее ощущение, здоровье ментальное, оно следствие, конечно же, веры, делания хороших поступков, митцвод, учения Торы. То есть, есть какой-то бензин, который нас подпитывает, и когда это соединяется с силой веры, мы становимся, наш внутренний мир становится намного приятнее. Всего самого хорошего, до скорой встречи, до свидания.